доброе время суток это валерий город днепр украина я приветствую вас на своем канале подписывайтесь на него ставьте лайки пишите комментарии следуя старой доброй традиции рассказывать о первых впечатлениях после 30 заточек новыми брусками я и в этом видео поделюсь впечатлениями о работе венювского алмазного бруска 7532 в размерах 150 на 25 и толщиной связки в 2 миллиметра хотя как вы уже заметили материал я подал несколько иначе немного отойдя от его обычного представления кстати на экране сейчас вы как раз и видите работу этим бруском эта история началась более года назад когда я купил свои первые льворовые бруски полтавского завода на медно-оловянной связке почему именно полтавского до этого я использовал и использую сейчас полтавские алмазные бруски вроде бы как все устраивает а известно что от добра добра не ищут продолжу со временем у меня собрались эльборовые и алмазные бруски на медно-оловянной связке с самой крайней зернистостью 7 5 микрон я не знаю как сейчас обстоят дела у украинских брусков зерном 32 просто перестал следить за этой темой но если отмотать ситуацию на октябрь 2021 года то 32 что в медно- оловянном исполнении что на органике по многим отзывам давали немалую паразитную риску я не буду вдаваться в подробности но это известный факт который не отрицали и сами продавцы этих брусков да и производители тоже добавлю что во время предшествующему описываемым событиям происходили и сильные колебания цен на данные бруски то не дорожают до неприличных слов потом цена неожиданно падает насколько сейчас стабилизировались эти цены вот честно не знаю в общем на тот момент я искал алмазный или эльборовый брусок на органической связке зернистостью 3 2 микрон который при необходимости смог бы использовать на финише обращаю внимание что в моем случае первичным был именно финиш на 3 2 микрон они полированные подводы хотя чего уж тут скрывать и они не сбрасывали со счетов в итоге у меня и оказался веневский алмазный брусок 7532 на osb связки это сдвоенный брусок то есть одна его сторона имеет зернистость 75 а другая 32 при этом для меня 75 шел как бы прицепом так как это не была первоочередная покупка ставка делал делалась именно на зернистость 32 которая нужна была здесь и сейчас на момент покупки цена бруска была более чем привлекательной по сравнению с той которую в это же время предлагали украинские производители более подробно об этом я уже рассказывал видео ссылку на которое можно найти в закрепленном комментарии добавлю только что непонятные мне частые колебания цен в ту или иную сторону мало способствует планировки покупки новых брусков но это уже мои проблемы хотя почему мои ведь я покупатель а покупатель всегда прав понимаю что у вас утомило это затянувшиеся вступление поэтому перейду непосредственно к работе самого бруска первое новый брусок не притирался были сняты фаски по краям плюс несколько движений на стекле с порошком карбидокремния зернистостью де 14 10 микрон чтобы сгладить сгладить грани фасок и проверить плоскость рабочих сторон бруска стороны ровные искривления нет второе сош производитель рекомендует работу с водой я пробовал без воды пробовал с водой в итоге остановился на мыльном растворе воды в принципе это видно и виде и видео которое вы смотрите сейчас видно что я не жадничаю сош не жадничаю сош при нанесении его на рабочую поверхность бруска третье очистка бруска если не допускать работу на сухую то очистка не вызывает проблем и в моем случае делается в процессе работы с самим бруском мне нравится такой вариант он экономит мое время и не допускает лишних движений если же брусок хотя бы частично работал на сухую здесь уже поможет четко жидкое мыло и проточная вода в принципе все стандартно и я уверен что вы это не разделали с другими брусками четвертое абразивная чистота не забывайте о ней при работе несоблюдение абразивной чистоты будет критичным что для сторон 75 что для 32 5 сторона 75 работает практически сразу во многих случаях может быть финишным камнем этой стороной я всегда работаю после эльбора 75 на медно-оловянной связке который неплохо подготавливает поверхность подвода перед переходом на органическую usb связку веневского бруска если сторону 75 использовать как финиш что в итоге будет острая кромка с хорошей резучестью которой бонусом идут подводы с очень неплохим зеркалом по крайней мере идут на тех столях которые меня встретились после покупки и вплоть до этих слов как я говорил раньше имея эльбор 75 поначалу я был скептично настроен по поводу веневца с таким зерном но оказалось что он очень органично вписался под мои требования и сейчас его работы я более чем доволен шестое сторона 32 новая с коробки и не притертая она дает риску субъективно риска заметно больше чем после 75 на этом этапе работая стороной 32 интуитивно хочется откатиться назад и финишировать на земле на зерне 75 возможно мои слова подтвердят и другие владельцы веневского бруска 7532 на usb связке как я решил проблему я ее не решал сторона 32 приработалась и уже через пять-шесть заточек давала более-менее приемлемый результат говоря о приемлемости я скромно упомяну десятикратную лупу которая которую использую для контроля результата работы бруска еще через 5-6 заточек проблема ушла окончательно как будто ее и не было опять же ушла в контексте десятикратной лупы в этом месте я вновь напомню об абразивной чистоте не забывайте о ней это важно что еще добавить какой-то сумасшедший рез на финише с хорошим сочетанием остроты и агрессивности особенно на малых углах заточки плюс зеркало очень хорошего качества на подводах ножа опять же на тех столях которые мне встречались встречались за время после покупки этого бруска седьмое связь органическая связка требует осторожность и внимание при работе она относительно мягкая и на ее рабочей поверхности легко можно поставить царапины особенно осторожным нужно быть при работе на кончиках и вершинах лезвий ножей выработка пока незаметно но выравнивание на притере не составит труда брусок выделяет суспензию на которой время от времени не будет лишним его подправить толщина рабочих слоев 2 миллиметра что дает надежду на приемлемый ресурс работы самого бруска восьмое на сейчас и на сегодня этим бруском я заточил около тридцати ножей пробую разные варианты в том числе на финише в том числе движение на зерно от зерна как в этом видео пока брусок нравится и у меня нет сожалений от его покупки но конечно это все сугубо и имха и я не уверен что все со мной согласятся на этом пожалуй все всем удачи и хорошего дня не забудьте подписаться на мой канал и конечно поставить лайк если видео оказалось чем-то интересным и в чем-то полезным до новых встреч